Учебник из Netocad Мы рекомендуем изучать курс на английском, так как экзамен для получения индустриального сертификата проходит на английском языке. Вот. Но если вы все-таки решили поменять язык, то на нижней панели есть кнопочка Languages. Вы нажимаете и выбираете из списка язык, который вам подходит. Вот. По структуре. Есть главы, есть разделы, есть темы, есть страницы. Страница делится на две части. Это текстовая часть и мультимедийная. Текстовая часть может расшириться, если вы нажмете на три точечки. Может быть, так вам будет удобнее читать. Вот. И обратно. Обращайте внимание на мультимедийную часть. Тут бывают элементы, на которые вы можете нажать и получить дополнительную информацию по теме. Также есть страницы, в которых есть несколько вкладок, то есть разные изображения к вашей теме. И есть страницы с видео. Например, вот на этом видео вы можете посмотреть, как пакет путешествует по нашей сети. Еще один момент. Есть странички с мультимедийными, с интерактивными заданиями. Вот. Смотрите. Вам нужно перетянуть вот эти блоки с текстом на места и сделать проверку. Я ответила неправильно, поэтому я должна нажать сброс и сделать как бы другой выбор. Вот. И опять же проверить. Вам нужно сделать это задание правильно в любом случае, но мы переходим дальше. Следующий момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это указатель курса. Вы нажимаете на нижней панели указатель курса, попадаете в такое окошко. Тут есть список тем, список работ в пакеттрейсере. Причем отсюда вы можете попасть на страницу учебника с этой работой. И тут есть список лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся по выходным. Их очень много, вы это можете вот наблюдать, поэтому проводятся только самые важные. Но я вам рекомендую проходить все лабораторные работы, так как это поможет вам лучше закрепить материал, и процесс обучения тогда будет более эффективным. Также есть такая функция, как закладка. Когда вы находитесь в учебнике, вы можете здесь внизу нажать кнопку закладка, и тогда эта страница у вас сохраняется на нижней панели в закладках. Вот, тут есть страницы, на которых вы остановились и обозначили их как те, которые нужно будет открыть в следующий раз. В принципе, это все. Я думаю, вы теперь в общих чертах понимаете, как изучать учебник на Netocad. Если у вас остались все-таки какие-то вопросы, вы пишите нам на почту, мы вам обязательно поможем. Успехов в обучении, спасибо за внимание, и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok